Мы не лохи, мы лоховчане Вся семья лоховчане Муж лоховчанин, я лоховчанка И дети лоховчане Самый великий лох Это, конечно, тонкий ход Ну, я в какой-то мере, потому что Он-то великий, я не очень Вы понимаете, лоховчане Лоховчане лохи Тут не было крепостного права Вот в чем дело Я лоховчанка Теперь я могу с гордостью это сказать Меня зовут Мария Кислина Я делаю село Лох Полноценным и удобным местом Для жизни современного человека Именно так Как мы попали в воздух? Толкнул бы чисто от Маши Они с Аней, по-моему, составили Карп Сарасковский, где сохранились Сливки, коселы И мы просто начали по субботам и воскресеньям Ездить по селам и смотреть Мы хотели купить дачу И так получилось, что мы увидели мельницу Заросшую бурьяным дом И просто все, мы решили купить Я тогда училась в 7-м или 8-м классе И у нас был учебник по кроветингу И там как раз была фотография стены Вот обрела в Уаху И я всем говорила Ладно, к мальчикам Вот, я там Они нужны И когда мы оказались в Уаху То почувствовали, что это родное место Перед вами сад неправильных структур По сценарию вы меня должны спросить Почему неправильные? Правильные скульптуры делает скульт И я никакого отношения ни к искусству Ни к профессии, не имея даже близко Так что все, скажем так, мои извояния Они изначально неправильные Вот почему и неправильный сад неправильных структур Лох, это вообще Низина Один из переводов, это Низина И вот этот народец, который здесь живет Он какой-то такой, вот Гоголь писал Вертлявый Вот какой-то вот Очень такой предприимчивый Название прилипает сразу И не было никакой деревни Но было логово Разбойника Кудьяра Где-то в этих краях И когда уже Кудьяр ушел в историю Образовалась деревня То вот это название И вторым названием приклеилось Это связано с форелевым хозяйством Когда-то здесь оно было В большом количестве форели разводили И лох это название Мальчика форели Мужская особь форели От нерестившейся Называлась лох И можно было заниматься разведением лохов Ане очень ей нравятся эти животные Она вот Лошадь Да, да, лошадь купит И сидим у того, чем говорит Зачем вам лошадь? Осла купить Функции тем самым Но есть гораздо меньше Прикол в этом хотя бы какой-то есть Набираем в интернете Купить осла Он очень обрадовался После городской жизни Он так удивился обилию травы И просто скакал Не останавливаясь Ел и скакал Ел и скакал Вообще он очень похож на конька-бербунка Очень веселый Есть же такие бега с быками Когда люди выпускают Где-то в Испании быка И люди бегут С подсесной улицы Но у нас было такое развлечение Люди сами просили Говорят, можно мы с ним побегаем И мы выпускали осла И он бегал За петьми И в общем всем это страшно Нравился такой драйв Но он там никого не затокдал Не укусил В общем все бегали и радились А он при этом орал Как ненормальный А у нас еще был мини-пиг Помнишь? Нам свинью поглажили Женщина привезла мини-пига И сказала Хочу, чтобы он жил в деревне Я его выгуливала На поводке по деревне Деревенский В общем инвер Что ты свинью выгуливаешь На поводке Это как поразуем Я говорю, нет, это взрослая свинья В общем эта свинья Нас просто держала в черном теле И слава у хозяйка соскучилась По ней забрала ее Главная достопримечательность Силовых Это мельница Раньше в селе было 8 мельниц Когда мы сюда приехали Никто эту мельницу не слышал Не знал, кому она нах Не нужна была вообще Когда мы в первый раз оказались в Оаху Побывали на мельнице То нас это все поразило И казалось, что все так и будет Но потом мы приехали второй, третий раз И видели, как быстро все меняется Что-то сломали Что-то само отвалило Ну, все ветшало и ветшало И вот уже вот Сергей Начали потихонечку раскручивать А так, туда ходили, мы лазили Там еще все было Все это вот какие-то там были ремни Какие-то эти моторы Это все было Но это было в таком состоянии Плачено все И папа Он по-хорошему мечтатель И он говорил о том, что вот как бы было здорово Если бы мельницу восстановили Давайте приложим практические усилия К тому, чтобы сохранить мельницу И как-то вот это колесо Стало нас закручивать, закручивать И все больше людей мы встречали Которые на полном серьезе Эту идею разделяли И верили в то, что мельницу можно сохранить И что не все так безнадежно Мельница коренилась Ее укрепили А потом сделали уже серьезный фундамент Заменили изгнившие полы Ну, пробовали приложить такие усилия Что первоочередные То есть текла крыша И пробовали ее починить своими силами Мы знали, что все-таки усилий нужно гораздо больше И мы силами своей семьи не справимся Маша просто могла достучаться до небес И в конечном итоге небеса Тарасской области Пока она не дошла до губернатора Все ответы были простые Мельница не представляет себя исторической ценности Денег нет Но когда губернатор поддержал эту идею То все чиновники оказались наследниками мельников И тоже захотели восстановить мельницу Был момент, когда мельницу хотели продать И объявить аукцион И тогда у меня лились слезы И я понимала, что мы можем его не выиграть Или мало ли как все что сложится Друзья говорили, что Маша, ты чего платишь, Маша Вот ее кто-то купит И она кому-то нужна Вот эта развалюха Я говорю, да конечно нужна И там все И мы обращались с просьбой Чтобы аукцион не проводили А чтобы мельница Продумать механизм так Чтобы она все-таки стала достопримечательностью Музеем Или найти для нее форму И оставить ее в общей доступности И конечно правительство Саратовской области Губернатор под личным контролем Держало восстановление самого объекта И продвижение объекта в последующем Сейчас мельница принадлежит администрации Мы отчасти переложили ответственность на чиновников На всех неравнодушных людей Мы не купили мельницу И мы надеялись на помощь И вот пришла нам такая помощь Мы за нее благодарны Если в 2015 году на момент восстановления Ее за год посетило полторы тысячи человек То по итогам 10 месяцев 2021 года Несмотря на достаточное большое количество Возможных ограничений Мы имеем туристический поток На этом объекте конкретно 22 тысячи человек уже Поэтому этот объект Который живет уже сам Многие даже из вот Чиновников Мне кажется районного масштаба Не все понимают вообще Значение и роль Маши В этом деле И удивляют, что не она же строила мельницу Мы строили А почему вам внимание такое? Маша вольно-невольно Выступает главным спонсором Потому что какие бы ни были деньги Но на ремонт они все равно требовались Она везде идиотка Самое главное толкачина Получается и есть строительный материал Маша раздобыла Мы уже его приводим в действие Реализуем И получается Что-то придумают Принимаем сразу А что она просит Мы делаем Когда мельничное колесо закрутилось То много другого Стало возникать О том, о чем мы могли только мечтать Звук мельницы Очень напоминает Сердцебиение И действительно Когда мельница оказалась восстановлена Сердце села забилось Пока мне кажется, что реализоваться я могу здесь И здесь это лучше всего получается И здесь я нужнее всего Конечно, хотелось бы Стать полноправной жительницей села Наверное, есть некоторый страх И такое несовпадение Что муж, он горожанин И он не совсем представляет себя Вот в отрыве от города Чтобы семья Муж тоже переехали Но пока мы стеснены тем Что в селе нет безлимитного интернета А у мужа работа связана напрямую с интернетом Именно с мельницей я начала работать здесь Работа моя заключалась напрямую То есть с историей мельницы Я, можно сказать, лоховчанка Недавно местная жительница Целолох В семнадцатом году, когда я только начинала работать Я на самом деле не представляла Что когда-то перееду сюда жить Это желание у меня вспыхнуло не единомоментно Как только я здесь очутилась Я четыре года к этому шла Очень долго Можно сказать Маленькими шажками То есть я проникалась Здесь, как могли заметить Удивительная природа Удивительные люди вокруг Лох — это на самом деле притяжение очень Таких интересных вещей То есть событий, моментов Именно людей Мы сейчас в нашей арт-резиденции Пространство, которое появилось у нас совсем недавно В этом году впервые мы здесь зимуем Ну и пространство открытое для всех Мы долгое время встречали гостей у себя дома, где живем И в какой-то момент поняли, что у нас нет дома И, ну да, решили, что у нас нет на третьем пространстве Мы даже придумывали дополнительную дверь у нас в доме Потому что людей было много Их становилось все больше И потом мы просто взмолились Что нам нужно третье место И мы, наверное, были первые в селе Которые вот инициировали создание подобного места Но это не только для нас место Но и для людей, которые живут в селе О том, для чего оно мы осознали Когда начали придумывать названия Как же определить, что это за место И кривеческий поворкинг Соседский центр, культурный центр Я прослужил в армии Все жизни А приехал туда на постоянное место жительства Поставил детям В 2016 году на свой юбилей 55 лет детскую площадку Потом открыли тут, сообщая Ну, вот она вот столько лет живет уже здесь Постоянно ее ремонтирует Играет музыка Играет музыка Играет музыка Единственный сохранившийся в селе магазин Магазин Нижний И его, как бы, вот Руководитель этого магазина Это наш очень близкий по духу человек Олег Петкер Первый наш турист Который приехал в село, будучи туристом И потом купил здесь дом Имея возможности Купил магазин Который к тому времени уже фактически закрывался И сейчас этот магазин приобретает совершенно новую жизнь Кто-то забыл вот из этих первых туристов И я ухранила три года И однажды зимней ночью Кто-то постучался в окно Я открываю Там человек стоит Мужчина и женщина Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, по-моему, узнаете Говорит, вы были первыми нашими туристами Да Я говорю, вы у нас еще ложку забыли с вилкой Дальше вот это помещение, которое мы видим Здесь с окнами Это будет как раз небольшая сувенирная лавка В этом помещении планируется вот именно то кафе Я убежден, что оно будет востребовано И местными жителями в том числе Не только туристами То, что для туристов это необходимость Оно очевидно Это, ну, гостевой дом по плану Который, кто уже, ну, не знаю К весне будет готов или нет Но спрос на гостевые дома В селе, ну, достаточно большой Они меня прозвали Гонки-Кот Ну, может быть, в Испании у меня оборотка была Это я зимой, я в Дед Мороз Я почему зову его Абуэло? Потому что он работал в Испании Абуэло по-испански дедушка Возьмите неправильные скульптуры Ну, разве, ну, понятно, что примитивный язык, так сказать Но в этом какая-то есть такая, как бы сказать, радость А радость – это ключ к живому Был объявление в газете Продается где-то там в Красной Речи дом Я говорю, мне вот дальше вот какой-нибудь вот глушь Что прямо вот лес здесь, чтобы никого не было Он говорит, елки-палки, есть здесь вот там село Лох И там есть Тиновка И говорит, вот в этой Тиновке можно купить дом Это же вообще там дыра такая Я говорю, давай посмотрим Ну, конечно, конечно, если есть мельница Конечно, Дон Кихот Конечно, Дон Кихот Он приехал из Испании бороться с мельницей Вообще, Дон Кихот – это самый великий, известный лох в мире Его кидали все Он на родине Лохи же он где Плохо Тренд на развитие туристических объектов на селе Имеет место быть Нельзя сказать, что это массовое движение Но на территории нашего региона Уже в нескольких муниципальных районах Есть объекты, которые создали бывшие уже горожане Переехав Значит, такая небольшая котиферма Где живут мои козочки Ну, скажем так, вот У меня не такое уж там чисто породное какое-то хозяйство Меня сильно не интересует сама как бы чисто породность или что-то Это Чика Ну, ее видно Чика Это девочка такая тоже испаночка Ну, тоже неплохая козочка Это Де Ночи, а это Де Луна Она тоже черная, но у нее такая луна на боку Я все-таки 10 лет в Испании И как-то Де Луна мне, например, лучше как-то вот Чем просто Луна Или Луна Ну, Де Луна все-таки это Де Луна Сильва Сильва Красавица Сильва Вот эта девочка У нее было девище молоко Вообще, почему говорят, что сыр варят Если его нагревают до 38 градусов Назвать это вареньем Ну, вообще я никак не могу Ну, никакое нагревение Вот и все Вот и все Весь процесс Дальше я рассказать не могу Потому что это семейная рецепт Я обещал Мы жили в Испании у меня сахапа Испанка И вот ее диеты прадед Делали вот такой дешевый Он даже для Испании Он немножко неправильный Потому что, ну, во всяком случае Я не встречал А это достаточно твердый сыр Он лежит там в таком ведерочке Там действительно производство сыров На домашнем подворье Но по совершенно каким-то уникальным Швейцарским рецептам И будучи в селе Вы поймете Потому что и упаковка И сам сыр Я не говорю даже о вкусовых качествах Они совершенно замечательные Он является официальным брендом Саратской области Я, понимаешь Получается, я никто Я просто, как бы У меня личное подсобное хозяйство И это вот просто мысль Как он стал брендом Это без меня Все это и замечает Две мотивации По которым едут горожане в деревню Первая мотивация Это человек на земле И это новые фермеры Это, так сказать, производители органической продукции Это все те фермеры, которые Везут на рынок натуральную продукцию Специально ее Она сертифицирована в Европе И она дорого стоит Я прикроюсь К сожалению Пандемия не пандемия Поживя в городе Где-то приблизительно Ну, 12-13 лет Я тоже для себя понял То, что Город это Ну, каменные джунгли Более свобода Более такая романтика Можно так ее назвать Решил вернуться обратно Ну, и у себя, скажем так Сейчас в Лоху Тоже взял участок И решил заняться Вот такой вот птицей Фазан такой охотничий Он будет гулять по лесам Лоха Завезена птица И сейчас Я стараюсь Сделать из птицы Более чистую породу Здесь В этом вольере Находятся Королевские фазаны Румынские фазаны И еще Более теплые Получается помещения Я сюда перевел Павлина Как-то сложилось так Что мы являемся Какими-то Там Проводниками идеи Да Или там Вот Двигателями Каких-то этих идей И Постепенно Собираются люди Которые Не так буквально Может быть Как мы Эти идеи Видят И преломляют их Через свою точку зрения Но которые Начинают Работать В плане развития Села Лох И в туристическом смысле Совершенно Наверное Моя роль Важна Всех вовремя Познакомить Скоординировать И потом Уже Эта дружба Пророждает Какие-то новые идеи Вообще Если посмотреть Они даже по виду Отличаются От всех других У них другие глаза Другая повадка Другие способы И вот эта вот Бродильная Вещество Которое внесено С помощью горожан Деревян Оно не остановится Оно будет Будет Вот так вот Отравливать В хорошем смысле Обогащать Как солод Так сказать Я считаю Что Наша миссия Наверное Показать Я не знаю Возможность Всех и каждого Не важно Где ты живешь Моё Твердое убеждение Что деревенских людей Отучили верить словам Когда они видят Результат деятельности Они начинают Поддерживать начинание Пока они не увидят Что есть результат Их нельзя убедить В чем-то Простыми словами Я множество Слышал людей Которые говорили Да вот Понимаешь Вот те кисленые Я говорю Ну да Да ну А что они Богатые что ли Ну что они там Я говорю Да ну нет Люди говорю Развиваются Они говорю Они вкладывают Они работают с людьми Они развивают туризм И мало Тех людей Которые поддерживают Если все дети уедут То село вымрет Да Но Как бы мы создаем Обратное вот это движение Да Но мы его создаем Не потому что мы хотим Спасти страну Да Мы это делаем Потому что нам Здесь нравится жить Очевидный Заметный Результат Деятельности Всей этой команды Это огромный спрос На дома В селе Лох В соседнем селе Продать дом Является Ну проблемой Очень-очень серьезной Здесь На один дом Несколько претендентов Дома Реально просто Вот Скупаются И Это люди Которые не Под продажу Их А именно Для жительства Пока многие Именно Как вариант Дачи Но мы Купили дом Тоже как дачники И мы не думали Что мы оказываемся Лоховчанами И сейчас Когда время прошло Я вижу Сколько всего Изменилось В селе Вот с того момента Как заработала Мельница Что Появилась Возможность Зарабатывать В селе Появилось Очень много Друзей Которые помогают Инициировать Новые дела Туда возвращаются Что является В общем-то Одним из показателей Туризма Турист возвращается Приводит с собой Своих товарищей Друзей родственников Знакомых И сарафанное радио Работает на село Лох уже несколько лет Очень активно Ну поначалу Многие смеялись Когда мы говорили Лох это судьба И наверное Некоторые думали Что это мы просто Так приговариваем Чтобы вот пошутить Но на самом деле Вот Лох в прямом смысле Стал судьбой И сейчас Как жители говорят Мы не лохи Мы лоховчане С гордостью Для себя Мы как-то вывели Формулу Что лох Это простодушный человек Которого легко обмануть И для нас ключевое Именно вот В слове Простодушный Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры